и снова здравствуйте другие друзья подписчики моего канала зрители моего канала немножко отклонимся от темы у нас тема будет не по ремонтам эта тема будет в основном для казахстана так как у нас немного очень мошенников а именно будет тема такая про у x как обманывают как наворачивать денежки себе в карманчик в общем ситуация такая была я выложил sony playstation на продажу выложил люди звонили со всеми созванивался там кто-то торг просил туда-сюда с кем-то ватсапе переписывались ну в общем в том что есть такие люди которые хотят обмануть и таким путем положить себе деньги в карман за счет вашей карты ну вот слушаем историю такую это было все наяву пишут мне ватсапе здравствуйте увидел ваше объявление цена устроилась скажите еще не продали я напишу говорю голосуем типа да нет не продал вот только типа выложил его он не пишет я понял но в целом меня все устраивает мог бы через у x доставку приобрести когда бы вам был типа когда бы вам было удобно я напишу как доставку то есть но я я не знаю вот сейчас вот все что я сейчас говорю все что с ним переписываться со мной случилось это первый раз и на будущее вы вот сейчас вот поставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео это очень много кто должен я так уверен что это много кто купился и много кто вводил эти цифры а потом уходили деньги с картой ну начнем далее давайте сейчас вот пока не будем про это говорить я гру как доставку гру он говорит не понял вопрос я ему говорю типа ну я сейчас только первый раз видео выложил и типа что за доставка то типа как это будет происходить он говорит а типа не пользовались тогда как минуту сейчас вам покажу я ему типа груну хорошо просто там ну опять объясняю про доставку типа я не слышал он не скидывает скриншот скриншот типа вот такой вот как я сейчас вот как я понял типа покупатель стоит заказ курьера оплачивать стоимость посылки при заставку типа он все оплачивает после оплаты покупателя покупателям то есть он оплатил и типа перейти с на ссылку на какую-то там а потом там чувак какой-то придет посмотрите потом все и там позвонит ну и все пишет ее курьер должен типа проверить убедиться в работоспособности вот прочитайте ну то что типа он не скинул если в двух словах я оформляю договор оплачивая после того как вы получите деньги с вами свяжется курьеры договориться о месте и времени я ему такое говорю игру а у нас зря на скита типа нету такого но вот я в жилу в городе зря на скалую грудоку на зря носки вроде нету типа никакой доставки ну не знаю группа пробуйте типа с этим договором чем сделать он не говорит по идее да если нет я не смогу оформить договоры типа я ему под вторым сообщением отправляю якобы что ну вот если в гору у нас нету то чего он такой раз раз говорит мне я говорю а вы с какого города он гостях тубе я ему я у него все интересуюсь типа как чего там ну если ну если типа смогете попробуйте типа он не горит перейти на договор получится план типа перейдите на договор получите оплату вам придет сообщение на у их что товар куплен и оплачен а после курьер типа с вами встретиться тогда как хорошо попробую оформить ну я ему вот в этом сообщении во втором то сказал игру типа ну попробуйте я ему говорю ну хорошо типа напишите скиньте ссылку а он мне скидывает ссылку тут же пишет да получилось типа переходите как получите деньги напишите я перехожу на эту ссылку там типа такой-то такой-то ваня там федя я не помню его имя вова по моему он нам представился якобы такой-то такой-то город актобе и им там такой-то такой-то якобы и типа вам переводит такую-то такую-то иную сумму 60 тысяч тенге данного допустим да я супер слиму продавал за 60 тысяч все я нажимаю типа получить эти деньги я нажимаю на этот синенький квадрате короче меня перекидывает на ссылку на другую и там нужно ввести фамилиями отчества типа по-английски потом надо было ввести с какая сумма у тебя на карточке номер карты и код cvv я такой задумался думаю какой код cvv код cvv вообще вводится это когда вот допустим вот я в танке играю захочу купить танк и я с карты ввожу код cvv чтобы подтвердить типа якобы ну это как пароль я ему пишу к типа да я не буду таким способом типа продавать там на карту свою надо вбивать а он мне говорит так как куда вы типа деньги то хотите получить а я думаю ну ладно бы если бы была бы просто карту номер карты ввел и все чтобы мне деньги перекидывать зачем код cvv ну и все я могу я так типа не буду зачем груди по код cv и этом все ему объяснял и говорит так я же тоже не могу так рисковать как неизвестно кому деньги скидывать а там случае не отправки товара уже службы безопасности типа у их с этим заниматься будет я пишу так у их с нет службы безопасности он типа насколько я знаю есть не все я понял короче что это какой-то развод потому что не может быть на услугу на такую на кати какой-то через ссылку какую-то вводить код cvv ну и все я ему говорю у меня гру там дисковод сломался бы ремонт стоит 26 тенге игру устраивает если да то а сам думаю если в это лохотрон если он вообще тупой то он тем более согласится а тем временем я уже специально все сохраняю думаю ну сейчас ты попадешься не все его это я говорю я простой я гру просто читать честный чтобы потом не получилось чтобы ты не сказал там чего-нибудь там ну и что эти обманул там еще чем он а почему вы сразу не сказали я пишу только что сумаса он пишет очень смешно я пишу я не смеюсь не все и он не заблокировал я звонил этот на этот номер он не не отвечает ну и все думаю дает ну хотел развести время проходит прихожу на работу на работе сидим я рассказываю эту историю а у меня знакомы на работе как бы ну пришел друг коллеги грубо говоря и мы стоим на крыльце разговариваем угры сушачка чё как там я ему это все рассказывал оказывается он попался на эту штуку он ввел этот код cv и у него ушли деньги прям с карты он успел просто потом заблокировать у него он смотрит ему эсмэски прилетает там тысячи тенге уходит две тысячи тенге и непонятно куда он заблокировал карту обратился в полицию там что я не знаю что они там решали в итоге короче ничего не нашли ну вот потом время короче проходит время проходит мне приходит письмо на почту типа насколько вы знаете типа что такое фишинг и я вижу что о и x пишет меня на почту то я думаю интересно ничего такое я специально сделал этот скриншот вот все что самое интересное для вас самое познательное чтобы вы никогда не ошибались и все знали я перехожу типа пройдите тест по вот насколько вы знаете а там аферистические действия да я такой перехожу раз попадая сюда вот насколько ты защищаешь этот фишинг типа читаем первый вопрос полностью читайте смотрите запоминайте и постарайтесь у себя в уме как-то ответить на данный вопрос выберите либо это там то-то 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 ну из трех чё-то пока почитать я подожду то есть это сейчас я вот после того я проходил где-то трехдневный где-то тест ну как трудным смысле через три дня все можете если кто не успел поставьте на паузу вот вам ответ если честно я просто я не знаю как и вот я так вот додумался чтобы чтобы не дать себя обмануть в россии это вообще распространенно если честно давайте следующий вопрос вы можете даже в принципе в комментариях вот эти вот на вот эти вопросы по цифр к 1 2 3 4 5 как-то расположить чтобы ответить получается на это все люблю для себя сделайте выводы вот ответ и это настоящее вот это вот все вот это вся переписка было это все по-настоящему это все действительно вот это вот есть этот обман и вот это все крутится как бы поделитесь этим видео вам обязательно в отцапе скидывайте ссылки что больше людей узнала потому что это просто в один прекрасный момент твой ребенок жена хоть кто может просто зайти вот так вот очень много денег потерять если на счету особенно много денег будет тоже вопрос вот он ответ и заметьте я заходил с первого раза я когда отвечал сразу делать скриншот и дальше проходил после этого то есть ну я не знаю по наверное скорее всего они заподозрили что я отказался может это с их стороны я никого не обвиняю ни на кого не наговариваю и вот дня три прошло и мне уису такое кидает не знаю почему до этого мне ни разу никакие письма на почту не приходили после вот это вот начались вот такие вот сообщения типа тесты проходить такие вот дела вот ребят смотрите вот так вот обманывают мой вам совет никогда не переходите по чужим ссылкам где-то кто-то вам кидает особенно где вести код cv хоть вы хоть вы машину можете продавать вам могут такое же прям точно точно такое же письмо написать и вас могут так надурить и обмануть я просто делюсь своим опытом если честно я такого не знал и когда узнал я просто немножко очимил ну и в принципе все вот он тест закончился я ответил на него и мне там что-то написали типа вот вы там никогда не поймаетесь вы хорошо все знаете только чё к чему вот это письмо было я не знаю ну и вы сами посмотрели вот еще раз вернемся к переписке можете номер верхний посмотреть вот этот номер мне писал я грудь потом звонил на него он отключен может забакировал мне не знаю все всем спасибо за просмотр пишите свои комментарии может кто-то с кем-то сможет с этим кто-то сталкивался у кого-то кто-то и обопошился так много случаев говорю что вот допустим элементарную на кольце стояли с коллеги друг подошел стояли при нем разговаривали он тут же взял и сказал что да у него была такая ситуация он попался ну хорошо что у него денег много не было там и он вовремя заблокировал все всем спасибо пишите свои комментарии обязательно поставьте лайкосик и поделитесь этим видео потому что это видео очень полезно и именно для казахстана в россии уже много кто предупрежден а в казахстане это как бы знаете очень очень мало кто знает всем пока подписывайтесь на мой канал всем удачи